Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня мы обсудим плюсы и минусы бинарных опционов. К бинарным опционам, как виду заработка, существует неоднозначное отношение, и в интернете постоянно публикуются негативные отзывы пользователей о торговле бинарными опционами, которые потеряли немалые суммы денег в погоне за прибылью. Поэтому прежде чем связываться с бинарными опционами, стоит изучить что это такое и какие плюсы и минусы несет данный вид трейдинга. Чем мы займемся в данном видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Если говорить о плюсах, то бинарные опционы можно назвать одним из самых простых видов трейдинга в техническом смысле. Так как все, что необходимо для получения прибыли, это произвести анализ и предугадать, куда пойдет цена, выше или ниже. После чего купить опцион колл или опцион пут. И если сделка окажется прибыльной, то процент по выплатам может составить до 90%. А с учетом того, что экспирация по бинарным опционам может составлять даже меньше минуты, почти стопроцентную прибыль можно получить в очень короткие сроки. Также при торговле бинарными опционами нет необходимости выставлять стоп лосс и тейк профит. Так как все зависит именно от времени экспирации. Еще одним плюсом бинарных опционов является их доступность. Так как любой желающий может начать торговать в любое время и в любом месте. А использовать для торговли можно не только компьютер, а и планшет или смартфон. Если говорить о минимальных суммах для старта торговли, то начинать можно даже с 5 долларов. А минимальная сумма для покупки опционов составляет всего 1 доллар. Однако стоит отметить, что минимальный депозит в 5 долларов позволит лишь проверить работу брокера и понять как совершаются сделки. И такой суммы не хватит для того, чтобы получать хорошую прибыль. Поэтому средний торговый счет у брокеров обычно составляет от 100 до 500 долларов. К плюсам можно отнести и наличие демо счетов у брокеров бинарных опционов. Торговля на начальном этапе на демо счету очень важна для тренировки навыков, а также для тестирования стратегий или индикаторов. Кроме этого, демо счет позволяет понять, как работает торговая платформа брокера. А любые сделки, которые будут совершены, будут максимально приближены к реальному рынку и при этом не будут ничего стоить трейдеру. И если демо счет будет потерян, то некоторые брокеры предоставляют возможность пополнения такого счета прямо из платформы, что дает возможность тренировать свои навыки в трейдинге неограниченное количество времени. И последним плюсом в торговле бинарными опционами можно назвать торговлю в выходные дни. И один из брокеров, который предоставляет такую торговлю, это брокер бинарных опционов Pocket Option. Покупка опционов в выходные дни становится возможной благодаря OTC котировкам. Но стоит отметить, что данные цены не являются реальными и брокер может их корректировать. Поэтому торговля по выходным требует очень серьезного подхода и жестких правил мани менеджмента. У брокера Pocket Option найти OTC котировки можно в разделе торговых активов, но обратите внимание, что появляются они только на выходные дни. Как и в любой деятельности в торговле бинарными опционами существуют и свои минусы, о которых обязательно стоит знать начинающему трейдеру. И конечно же первый и главный минус это то, что такая торговля может приносить не только прибыль, а и убыток. Причем этот убыток составляет сумму всей инвестиции, то есть 100%. И если вы покупаете опцион за 10 долларов и при этом получаете убыток, то вы теряете все 10 долларов. Поэтому крайне важно использовать в торговле только проверенные стратегии или индикаторы, а также обязательно использовать правила мани менеджмента и риск менеджмента. И не забывать о том, что пополнять торговый счет можно только на ту сумму, которую не страшно потерять. Также еще одним минусом в торговле бинарными опционами можно считать брокеров-мошенников, так как на данный момент с каждым днем их появляется все больше и больше. Примерами таких брокеров могут послужить Bintrade Club и Stars Binary, обзоры на которых также можно найти на нашем сайте. И основной проблемой данных брокеров является то, что они не имеют никаких лицензий. Поэтому одним из вариантов подбора брокера может послужить наш рейтинг брокеров бинарных опционов, где можно посмотреть преимущества каждого брокера, а также наличие лицензии. Еще одним минусом не только в торговле бинарными опционами, а и в трейдинге в целом можно считать поиск Грааля или Граальный синдром. И скорее всего каждый трейдер сталкивался с очень большим желанием найти такой метод торговли, который бы приносил стабильную высокую прибыль без затрат времени и денег. Но причиной такого желания всегда является только не желание трейдера учиться и тратить время на чтение книг по трейдингу, тренировку на демо-счетах, тестирование стратегии и индикаторов или разработку собственных стратегий. Так как такой подход отнимает много времени и сил, а также не гарантирует того, что будет получена какая-либо прибыль в будущем от торговли. Но именно из-за лени и из-за погони за легкой и быстрой прибыль 90% трейдеров теряют деньги на рынке. Еще одним важным моментом является понимание того, что если у кого-то будет сверхприбыльная система для торговли, то он никогда не продаст ее за какие-либо деньги. Но если все же вы приобрели какой-либо инструмент, то стоит досконально его изучить и протестировать и только после этого применять на реальном счету. Еще одним минусом в торговле является пренебрежение психологии трейдинга многими начинающими трейдерами. Так как именно психология является одним из самых важных факторов в торговле как бинарными опционами, так и любыми другими видами трейдинга. И стрессовые ситуации, такие как получение большого убытка или много убыточных сделок подряд, приводят к новым убыткам. Поэтому, чтобы исключить данные минусы с трейдинга, важно разобраться с психологией торговли на начальном этапе, чтобы научиться контролировать свои эмоции и не допускать подобных ситуаций. И в заключении хочется сказать, что любой вид деятельности обязательно стоит досконально изучить перед тем, как начинать им заниматься. Такой подход позволит понять, стоит ли тратить на это время или лучше все же выбрать что-то другое. А если говорить о бинарных опционах, то перед началом торговли обязательно стоит поторговать на демо счету, чтобы понять, сможете ли вы заниматься этим на постоянной основе. И только после этого приступать к изучению торговли и пополнению реального счета. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!